Привет, друзья! Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Заседание парламента 10 февраля проходит только с участием депутатов ПАС. Фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание, а депутаты ШОР еще до начала заявили, что не будут участвовать. Депутаты ВКС ушли после того, как большинство ПАС отказалось отложить. Рассмотрение законопроекта о предварительной оценке, предусматривающего проверку честности всех кандидатов в члены Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров до созыва общего собрания судей и прокуроров. Фракция партии ШОР также не пришла на заседание. Сегодня фракции партии ШОР не будет участвовать в заседании парламента. Мы не думаем, что есть что-то важное в повестке дня, заседание превратилось в фарс, а нынешний состав парламента превратился в машину для голосования, сказала депутат Таубер. Молдовская парламентская партия ШОР потребовала от главы МВД Ревенко добровольно уйти в отставку, обвинив ее в давлении на оппозицию. Об этом заявила в четверг на брифинге депутат Таубер, после того, как фракция этой партии покинула в знак протеста заседание. «Мы требуем немедленного добровольного ухода в отставку министра внутренних дел. В противном случае депутаты нашей партии вынесут ей вот ум недоверия», сказала Таубер. По ее словам, Ревенко продвигает на руководящие посты в Министерстве лояльных ей людей, требуя от них использовать полномочия для давления на оппозицию. Таубер также выдвинула обвинение против президента Майи Санду. Она рассказала, что после того, как на прошлой неделе была арестована бывший депутат Виолетта Иванова по обвинению о незаконном обогащении, умерла ее тяжелобольная мать, которая не перенесла этого известия. «Я все понимаю, знаю, что политика – грязное дело, но такого никто не ожидал», – подчеркнула Таубер. По ее словам, депутаты партии Шор не будут в четверг участвовать в заседании, которое превратилось в фарс по вине правящей партии. Вице-спикер депутат БКС Батрынча отметил, что президентская партия действий «Солидарность» настаивает на утверждении данного документа, не принимая во внимание рекомендации венецианки и критику экспертов. «Мы не можем понять отсутствие реакции и неясное отношение к рекомендациям венецианской комиссии. Мы предположили создать рабочую группу для проведения законодательства РМ в соответствии с этими рекомендациями, но нам было отказано в этом и на заседании парламента, и на постоянном бюро», – заявил представитель оппозиции. По словам Батрынча, законодатели обязаны прислушиваться к рекомендациям партнеров и достигать широкого консенсуса, в особенности в том, что касается реформы прокуратуры. Он добавил, что в вынесенном на голосование проекте много неясных формулировок, отсутствует механизм регламентирования, и поэтому его еще нужно обсуждать. В ситуации, когда вы настаиваете, несмотря на рекомендации венецианской комиссии и экспертов, но том, чтобы документ был принят во втором чтении, фракция БКС покидает заседание парламента, в знак протеста объявил Влад Батрынча. Его поддержали коллеги из фракции ШОР, которые последовали примеру БКС, тоже демонстративно вышли из зала пленарного заседания. «Сегодня фракция партии ШОР не будет присутствовать на заседании парламента. Мы не считаем, что в повестке есть что-то важное. Заседание превратилось в балаган, а нынешний состав парламента в машину для голосования», – заявила секретарь фракции Марина Таубер. В результате парламентское большинство без сопротивления одобрило применение новых процедур проверки для кандидатов на посты в судебной и прокурорской коллегии. Теперь проверка будет осуществляться комиссией с участием иностранцев, которых будут предлагать партнеры по развитию. Под таковыми закон определяет международных доноров, которые активны в области реформирования сектора юстиции в области борьбы с коррупцией в течение последних двух лет. Председатель ПАС Олеся Стамате при этом отметила, что по этому законопроекту были организованы консультации. Одна для всех заинтересованных, и другая специально для всех фракций парламента. Сталанта подчеркнула, что на консультации не пришел ни один председатель оппозиции. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк.